Слава, 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 слава. Я учусь за прием. Удачусь за Томарское хеатр. У вас, сури, пробуя, кое-бачу уже три дня. Какого приема давно? А я помню там. Не помню какого приема. Чему там еще? Ножечко вниз. Оставочко вниз. Оставочко вниз. О, тут вже тут бали дежать. О, реклама. Конструкция. РИО! Випадково тут я опинився. Попросили давати бага, але те, як ми все-таки учасники проповідницького руху, Исконт – это не просто, как нас называют, религиейная секта, это проповедницкий рух, поэтому мы должны пытаться проповедовать всегда, всюду и каждому, в каких условиях мы не остановились, поэтому, даже если я большинство из вас не знаю, я вижу в первую или в другую, тем не менее, я думаю, ничего страшного, все-таки нас объединяет то, что мы все знаем Кришну, за Верховного Бога особо мы знаем процесс бахтии, мы верим, что если мы будем практиковать бахтию, повторяем Кришна, читайте книги, что вы правопады, кланяться башналом, спілкуваться с ними, то в конце концов мы сможем достигнуть какой-то высокой мети, не какой-то высокой мети, а держим Кришна прямо бахтию, мы обовязково прийдем до этой мети, давайте почитаем, мы в Храме сейчас читаем 50-ту письню Шмат-бага, и все постоянно говорят про Лилу, про Лилу, про Лилу, хотели что-то про Та, спуститься, так сказать, из небес на землю, почитать первую письню Шмат-бага, вот, и не випадково называют стопами Господа, чтобы правопады и так яскраво прикрасили, жодная письня Шмат-бага там так яскраво не прикрашена, не хочу, чтобы все письки Шмат-бага там были такими яскравыми, но появилось, что только первая письня будет такая, размальована. Мы почитаем бага там 1.1.6, глава называется «Вопросы мудрецов», и текст номер 6. Там мне очень интересует другая половина пояснения, но я позже сделаю акценти. Я сам прочитаю санскрит. Решая учугу, тваяк халу пуранані, сеттихасані чангага, чанагага, апьятань апьадітані, нгармаша, страні, янюта. Послевний препод. Давайте повторимо разом. Решая га, мудрецы, кучугу, сказали, твоя, тобой, кхалу, несомненно, пуранані, дополнительное повествование, разъясняющие веды, са-иттихасані, са-иттихасані, наряду с историческими хрониками, чанг, 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 и, анагра, свободны от всех пороков, свободны от всех пороков, а-кьятані, а-кьятані, объяснял, объяснял, апьи, хотя, адхитані, внимательно читал, внимательно читал, гармаша, страні, писання, дающее верное руководство на пути к совершенству, писання, дающее верное руководство на пути к совершенству, яни, яни, си этим, ута, ура, сказал. Мудрецы сказали, литературный проект Шила Парупада, неуконамо оправдану сукраїнського, мудрецы сказали, почтенный суток Госвами, ты полностью свободен от всех пороков, ты следуешь во всех писаниях, описывающих религиозную жизнь, а также во всех пуранах и исторических повествованиях, ибо ты изучил, изучал их, под должным руководством и сам объяснял их, поясненню Шила Парупада. Госвами, истинный представитель Шри Вьяса Девы, должен быть свободен от всех пороков. Четыре основных порока Кали-Юги таковы. Первое. Недозволенная связь с женщинами. Второе. Убиение животных. Третье. Употребление одурманивающих средств. И четвертое. Всевозможные азартные игры. Всевозможные. Всевозможные. Чтобы осмелиться, осмелиться, сесть на Весасану, Госвами должен быть свободен от всех этих пороков. Небезупречному и несвободному от вышеупомянутых пороков человеку нельзя позволять садиться на Весасану. Он должен не только не иметь этих пороков, но и быть следующим во всех богооткровенных писаниях, то есть Ведах. Пуран – это тоже часть Вед. И такие исторические повествования, как Махабхарата и Ромайна, также являются частями Вед. Ачария или Госвами должен быть хорошо знаком с этими всеми произведениями. Слушать и объяснять их важнее, чем читать. Самое интересное. Богооткровенное писание можно усвоить только в процессе слушания и объяснения. Вот так вот. Не читение. Слушание называется шравано объяснение Киртана. Эти два процесса наиболее важны для совершенствования духовной жизни. Лишь тот, должным образом, смиренно слушая тех, кого на день кинаде лежит слушать, усвоил трансцендентное знание, способен правильно преподнести его другим. Кинадское ясное. Слушание. Слушание. Мудрецы сказали. Почтенный Судага с вами, ты полностью свободен от всех пороков. Ты следуешь во всех писаниях, описывающих религиозную жизнь, а также во всех поранах и исторических повествованиях, ибо ты изучал их по должным руководствам, и сам объяснял их. Как я уже сказал, наибольшая и интересная вторая половина пояснения, и особенно вторая вещь, на которой я наголосил, слушать и объяснять богаткровенные писания важнее, чем читать. Просто почитать это ничего, надо объяснить. Просто почитать это ничего. Как объяснять, не объяснить. Хорошо, давайте попробуем, попробуем, якось так, натипнуто. Намекнуй. Зараз у нас месяц грудень, да? Месяц, який, на мови вискон, называется, як? Марафон шили правопады, да? Марафон чого? Розпосюджение книг. В том году у нас чуть приправу, кроме того, что казалось про то, что книги нужно распосюджать, он, який ишел про упадок, казалось, что еще нужно и читать. Да, ну, GBC сказала, давайте, мы сделаем неделю чтения, неделю шравана, давайте хотя бы неделю почитаем каждый день. Потому что это серьезно. Потому что, как люди собираются проповедовать, если они сами не знают, что написано в книге. Або, например, знают, но не могут это нормально пояснить, на нормальной мове, так, чтобы было зрозумито іншим людям. Да, потому что мало пояснить людям сенс написаного. Потому что, в принципе, сенс относится до логики, правильно? А логика, как правило, людей надихает не очень. Ну, мы можем это сказать людине, яка, например, умерла от туберкульоза, потому что она очень много палит за грох, можем сказать, что ему не курит. Да, если мы сами кормим, мы можем пояснить, что это очень логично. В тебе там накопируются смоли, ты там отруешься важкими металами, а в тебе он неприятно пахнет, ну, там, шкіра темна, одежду твою треба 4 раза прати и проветривать ее на морозе. Это все очень логично. Тем не менее, если человек сама не может передать этот вкус, то же одна логика не сможет человеку переконать. Поэтому человек должен понимать Священное Писание, это раз, и получать от этого смак. Просто один раз, читавши Священное Писание, человек не сможет этого сделать. У второй песни Шмарбаа, там, помнимо историю, как появился Брахм, он появился, и навколо него ничего не было. Абсолютно. И он не знал, что ему делать, и появился голос, не, появился голос, пролунав голос, что ты должен быть Аскезе. Да, 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 он сказал. И тогда Кришна, Господи, Брахм, Масим, начали выполнять Аскезе. И тогда ему появились все Писания после этого. И там сказано, что трижды проштудировали все Священные Писания. До чего пришел Брахма? До того, что цель всех Писаний, это Кришна, правильно? Но я сказал, что Брахма сделал это три раза. Если даже Брахма сделал это три раза, то я боюсь, что нам нужно делать это, ну, как минимум, три раза. Как минимум три раза, если мы считаем себя на одном уровне с Брахмой. Если мы считаем себя немного слабее, чем Брахмой, нужно делать это четыре раза, пять раз, десять раз. Ну, в каком сколько, я не знаю. Я уже делюсь за пособи. Поэтому книги треба читать. Шиле Правопаду, потому что слушать и объяснять их важнее, чем читать. Давайте, сгадаем, что Шиле Правопаду хотел от инициированиях ученых. Ну, взагалі, отчленников с корнами. Четыре принципа, да? Шестнадцать кругов и... Проповедь. А, нет, нет, нет. Дві години читания. Один, або дві години читания книг каждый день. Казал так я? Да, да. Все знают. Один, я сам читаю. Да, цікаво, він не казав, що ви повинні слухати записи моих лекцій. Це при том, що всі його лекції записывалися. Звукозаписуюча і звуковідтворюча аудіоапература була доступна. Можна було слухати. Шиле Правопад хотів, щоб ми читали, а не щоб ми слухали. Як ви думаете, чому ми повинні читати і наслухати? Давав лекції відповідно до місця і аудиторії. А книги, дивіться, для всіх. Там всередині віддані можуть знати і заслухати. Некоторі участь приймають, коли слушаю, то есть усваїваю, коли слушаю, чим читаю. Павлище сказав, що це не я писав. Ну, я таки записував, а звідти. Кришна диктала. Да, да. Получається, що там те, що Кришна, я би сказав, відсунує хуст. Давайте я просто поділюсь своїм досвідом. Наприклад, середньостатистична людина, як слухає лекції Шиле Правопаде? Вона приходить, наприклад, на кухню, да, їй треба сьогодні готувати. Ну, я сьогодні не про вас, а сьогодні такого не було, приходить, включаю лекцію, що ви правопади, іде в інше приміщення, шукати манку, да, там. Ще, наприклад, починаю щось варити і говорити з іншими. Просто лекція десь звучить на фоні. Добре, якщо ви, наприклад, сіли, виключили лекцію, відкрили зошит, іде лекція, ви просто не записуєте то, що вас натихає, а ви складаєте план лекцій, як розвертається філософологічна лінія. От ви сказали план, якщо щось не зрозуміло, поставили на паузу, перемотали, прослухали ще раз. Якщо ви так слухаєте лекції, то так слухати лекції краще, ніж читати. Якщо ви слухаєте по-іншому, то краще все-таки почитати. Да, тому що, коли людина читає, то через хвилин-пять вона розуміє, наприклад, що в мене читає, вона дивиться вікно, вона думає про щось інше. Вона думає, краще я відкладу книжку і зроблю всі свої справи. Да, бо краще буде читати серйозніше. Тобто, якщо людина не може читати пасивно, читання – це активний процес. Тому читати, в даному випадку, важливіше. Ну, взагалі, оця глава дуже така, можна сказати, радикальна. От наступного віршина, наприклад, Шива Правопада, поясненні пише. Ну, просто ті, хто давав лекції на дільну програму, ніж на намахаті, ну, просто так порівняєте себе і з тим, що тут написано. Садиться на вирсасану може тільки той, хто знаком со всіми философськими системами і, розвенчивая остальні учення, способен совершенним образом представити теистичні ідеї Багавата. Под всіми философськими системами мається на увазі Шадаршана. Знаєте, да, що це означає? Ще вам скажете? Шадаршана. Шесть філософій. Капилы Мони, Санхья, Хосподи, Карма Миманса. Шесть філософій. Я пам'ять їх зараз не назву. А ось тут написано, філософія Гаутама, Канадика, Пілы, Патанжелі, Жайміні, Яштавакра. Тобто, якщо ви досконало знаєте шість філософій Швила Прабопада, пишіть тільки тоді ви можете сідати на вирсасану і розбивати всі системи і стверджувати панівне положення Бахті. Тим не менше, ми знаємо, що сам Швила Прабопада колись вчив маленька дівчинка Сарасфаті. Як він казав? Сарасфаті, повторяй за мною. Кришна, Кришна, Верховне, Верховне, Лічність, Лічність, Бога, Бога. Замечательна лікція. Хтось сумнівається в тому, що вона володіє шістьма філософськими системами, вона може розбивати всі філософські аргументи. Ні, нічого такого немає. Тим не менше, Швила Прабопада просто в даному випадку, він просто коментує дану ситуацію, тому що ще починається багато, що зібралося сила селених мудреців дуже багато, вони прийшли для того, щоб здійснювати тисячолітнє жертвопринесення, слухати шастру тисячу років. Для когось, скажімо, одну годину послухати, вони тисячу років без перерви на сон, не знаю, на що. Тисячу років слухати, і тому їм треба було вибрати того, хто зміг їм розказати найбільш досконалим чином це все. Тому що Лапопада пише, чому сам Шукадев висламі був обраний в якості головного лектора. Тому що він був абсолютно переконаний в правдивості бакті, і ці філософські системи він знав, і він міг це все діло розбити. Ну, не варто це все приймати на власний рахунок. Він не має на увазі всіх лекторів вискон, які повинні знати шастдаршину. Зараз немає такої вимоги. Слава Богу, нам не треба проходити такі курси, вчити шастдаршина, а потім сказати, що це все неправильно. І з приводу того, що вже було сказано, Лапопада завжди хотів, щоб ми читали книгу. Годину або дві в день. Вчора я, наприклад, зустрів таку фразу, сказано утром і вечером. Утром час і вечером час. Якщо Лапопад називав духовний бутерброд. Зранку духовне, потім в день мерзке, і звичайно знову духовний бутерброд. Тим не менше, в понеділок в нас було свято, яке називалося, ми постилися всі до обіду. В понеділок, понеділок. День уходу. Відходу. Швили, бапті, сіт, анти, сарасаваті. Це духовний вчитель Швили Пропади. Всі знаю, такий бапті сітанта сарасаваті. От у нас є гору Парампара, от Швили Пропада, крайній зліва, правіше. От, завжди мені здавався якимось таким європейцем, хоча він типовий індус. Це духовний вчитель Швили Пропади, швили бапті сітанта сарасаваті. І в понеділок святкували його відхід. Я трошки хотів поговорити про нього, трошки звідтися з сьогоднішнім віршем. Чи він був знаменитий? Він був знаменитий тим, що він знав шастру просто досконально. Наприклад, як Радагавін Депропа каже, що ми можемо часами говорити про свою бабушку. Наприклад, ну кожен може розказати про свою бабусю. Як вона вагалі? Ні, не кожен, так? Ну багато хто. Як вона виглядає, які в неї були звички, якісь там веселі історії з життя. Як там моя бабуся казала, я думаю, в кожен є в арсеналі якісь такі фрази, моя бабуся казала, що так-то, так-то. Але ми, на жаль, не можемо сказати так про Крішну. Ми не можемо говорити годинами про Крішну, давати Кріш на Катху. Там без підготовки, наприклад, давати лекцію. Дайте мені лекцію на цей вірш. Ні, не треба подумати, мені треба підготуватися. Самому зрозуміти, про що це вірш. Офисанта Сарасвати казав, що я говорив на тему Крішне 50 років, 24 часа в сутки. Він ділися зі своїм досвідом. Він коли йшов на лекцію, він ніколи не готувався. Він казав, я прихожу на лекцію, я дивлюсь на вас, і Крішна мені говорить із серця, о чому вам розказувати. Така в нього була творча позиція. І тому, коли в його храмі він почував, як один старший брамачарі, вчить менших брамачарі досвід, як правильно давати лекції, як правильно публічно виступати, він сказав, що негайно припинили. Це єрунда. Це вам ніяк не поможе. Просто побільше проповідуйте, і все. Я, наприклад, я ніколи не готуюсь до лекцій, і тому ви теж не повинні. Ваше основне тримування – це ваша практика. А з приводу Шастри, Шастрю він знав досконально. Бактівікаша Махарадж, один із учнів Шили Прабхади, він зараз проповідує в Індії і трошки, по-моєму, в Непалі. Він написав книжку про біографію бактізната Сарасфаті, вона називається «Бактізната Вайбхава». Я хотів одну главу з неї прочитати, про те, як бактізната Сарасфаті відноситься до священих писань. Сам бактізната Сарасфаті, якщо він, наприклад, писав якесь пояснення до якоїсь шастри, у нього пояснення складалося на процентів 90 просто із цитати з шастр. Тут приводяться цифри, що пояснюючи один з віршів Шамат Багалатам, він привів 80 цитат з шастр. Причому це були не цитати з Шамат Багалатам, це були цитати з Упанішат. Харі Крішна. Хочу думати Панішат, ну крім і що Панішат, прочитали. Потім, десь він там 200, рекорд, по-моєму, було 200 цитат з шастр. Він просто міг отак сипати цитатами. Тим не менше, від своїх учнів він хотів, щоб вони не перетворювалися на, не знаю, як сказати українською, на книжкових червяків. На українською цей переклад звучить трошки кострубата. Ви по-російськи кажуть книжних червей, да? Книжкові червяки трошки неправильно. Книжкові храбаки. Книжкові храбаки. Ні, ну можливо, я зараз подумав, дуже-дуже доречний переклад, тому що чим займаються храбаки, вони просто їдять книжки, да? Суть в тому, що просто не поїдають папір, але це не означає, що при цьому вони засвоюють суть написаного на тих сторінках. Мені здається абсолютно... Ні, може, десь там щось не здається. Я не знаю, ніхто не перевіряв цього. Ні ж потом літять. Це ж моль є з книжки. Але, правда, в голові лишається в них те саме. Вакциндесар Асфатій казав, що уміння держати книжку і переворачувати страницю, і що не означає, понімають смисл судді ржавого. Особливо, якщо це стосується якихось закривальних тем, які вакциндесар Асфаті своїм учням взагалі не дозволяв читати. Там навіть не знали, що є такі книжки, як Гопала Чампу, Ужволені Ламані. Навіть не всі глави читань Черетамрити не дозволяв читати. Там, де були всякі закривальні переживання, Анті-Ліву, так вони не дозволяв читати. У них все було строго. У них спочатку читали Бхагават-Діту, Гаудія Матху. Бхагават-Діту, потім вони читали читання Бхагавату, тому що там історії. Потім вони читали читання Черетамриту, і потім вже читали Шмат-Бхагаватом. Шмат-Бхагаватом це для них було як духовна аспірантура. У нас Шла Прабхагавата сказав, що Бхагават-Діта це духовна школа, Шмат-Бхагаватом духовне університет, читання Черетамриту – це духовна аспірантура. Вакцинантас Расвати трошки по-іншому. Він казав, що якщо вдруг весь мир, якщо сказано, начнеться великий потоп, пралая, все заполнится водою, все начинает плыть, і вам нужно спасти какие-то священні писання, тогда спасайте Бхагават-Діту, Шмат-Бхагаватом, і читання Черетамриту. Якщо у вас нет возможности удержати три книжки, відпустите Бхагават-Діту. Якщо ви не можете держати в їх руках, якщо вам потрібно одной рукой пользоваться, відпустите Шмат-Бхагаватом, але не відпускайте читання Черетамриту. Ни при каких условностях. Ни при каких обстоятельствах. Він казав, я сам прочитав 108 раз, а і читання Бхагавату, і читання Бхагавату, і читання Черетамриту, прочитав 108 раз, і того ж він чекав від своїх учнів. Це все була, так сказати, прелюдя. А тепер, чого ж він хотів? Він казав, що... Знаменитий приклад. Я думаю, хто, хто читав Книги Шиле Правопаде, згадає цей приклад. Він казав, що... Той, хто... читає Священні Писання, але не служить Крішні практично, схожий до того, хто облизує банку з медом ззовні. Усередньо. Знайомий, так? От звідки Шиле Правопаде взявся. І в Бхагават-Дістані Сарасваді. Ось такий от простий приклад. Тому, що він пише, що Священні Писання містять таку цікаву річ, яка захищена паролями. Всі зараз знають сучасні технології, щоб захистити дані, треба їх запаролити. У вас є права доступа. Наприклад, якщо ви адміністратор, ви можете отримати доступ до даних. Якщо у вас немає доступу до даних, ви просто можете подивитися на то, як файлі їх називаються. От так само Шастра була захищена Крішними паролями. І паролиці називається Крішна Сева. Він пише, навіть якщо ви служите Крішні і на очах від священні Писання, Крішна сам вам все розкаже. Ну, тільки за однією умовою. Якщо ви повністю зановляєтесь Крішнім Севу. Якщо не повністю, то в них все-таки прийдеться читати. Для чого це все розказують? Для того, щоб ми побачили, що шило приупадивали. Одні акценти. Або сізналися розвати інші акценти. Але якщо подивитися на суть, то суть одна і те саме. Просто Шила Правопадов проповідовав людям, які не то, що не знали ведичній культури. Вони не знали абсолютно ніякої культури. Для них взагалі було незрозумілим слово «культура». Хто були його клієнти? Були просто люди, хіпі, які були в американській культурі, яким ця американська, так називаємо, культура. Ост-Гедла. Вони вирішили просто вийти з цієї системи. І заснувати свою культуру. Ця культура була не набагато кращою. Тому що у них були такі поняття, як вільна любов, вільне вживання всяких речовин. Ми вживаємо ЛСД для того, щоб розширити свідомість. Потім, після цих розширень свідомості, слава Богу, що буде критий храм Харі Кришна, вони приходили туди. І сам Ален Гинцберг казав на нашому публичному виступі, що я обнаружив очень хороше місце для того, щоб отойти от своїх духовних практик. Це храм Харі Кришна. Приходите туди, пойте, Киртан, у вас можете очень хорошо отойти. На свого часу навіть міські власті Сан-Франциско пробували заключити договір із Шилою Правопадою для того, щоб в храмі організувати центр для звільнення людей від наркотичної залежності. Тому що люди все одно приходили туди. А хіпі все одно приходили. Тобто наркомани приходили самі. Їх не треба було відлавлювати і приводити туди. Просто з ними там треба було працювати. Шило Правопад сказав, що нас це не цікавить. Нас цікавить тільки духовний розвиток. А то, що ми звільним людей від наркотичної залежності і вони підуть собі далі і стануть якимись бізнесменами звичайними уже слово таке забув як це називається не естеблишмент ну такі знаєте обивателі що називається правильними. Для чого нам це? Наша мета не з цього. Навіть коли Шилі Правопаді сказали, що мать Тереза займається благочинною діяльністю що він сказав? Вона їсть м'ясо. Хайрі Кришна що вона може донести? Це просто мирська благочинність. Ну а просто рітої їхній костюмчик. Просто вона нагодувала людину. Це добре. Навіть ми зараз годуємо людей. Футфулай зараз повним ходом працює. Я сам в Чернігові не так давно ми годували людей. Це всього-навсього. Ну і створення просто якогось іміджу. Для того, щоб люди не думали, що це такі якісь люди не в собі. Просто ділися там в простині і занарізки. І пляшуть під бубни. Просто щоб люди бачили, що нам ніщо чоловічське нам не чуждо. То нам просто треба покращити свій імідж. Але нам треба не перетворюватися в армію спасіння. Знаєте, так? Чули така? Армія спасіння. Так. Зараз навіть не всі знають, що це християнська організація. Всі знають, що це благчинна організація. Але вони починали так само, як ми. Вони виходили на вулиці. Вони співали пісень про Бога. І до них приходили люди, прохожка, зайнялася б чимось хорошим? Тут нас люди помирають з голоду. І вони подумали, ну да, давайте будемо годувати людей і заодно співати. І поступово ці духовні пісні, духовна місія відходила на задній план. І на першу чергу ставала мирська благодійність. І зараз вже ніхто, ну, ніяк не асоціює цю армію волосердя із Ісусом Христом. Тому для того, щоб ми, щоб, якщо нас не постигла їхня доля, то нам все-таки треба, ну, харінами, як мінімум, щоб були на одному рівні. Ісусом Христосом. Це дуже далеко відійшов. Крішна Сева. О, нічому я спомився. Для того, щоб засвоїти смисло шастер, ми повинні служити. Сам Бактизанда Сарасваті признавався, що висновки священих писань він засвоїв, просто дивлячись, наприклад, свого гуру. Так склалося, що у Бактизанда Сарасваті було два гуру. Його дікша гуру, той, хто дав йому безпосередньо ініціацію, це Гавракішорда з Бабиджі. Бачите, от він третій. От у нього така форма одежи, скажімо так, як у Бабиджі. Просто у нього на бідрі не опов'язка. Тим не менше, у нього був батько, Бактівно Тхакур. Він наступний. Таким чином в нього було два гуру. Хавракішорда з Бабиджі і Бактівно Тхакур. Наскільки сельний в нього був приклад. Він пішов так. Начинаю с раннего детства, я слушал от Шилы Бактівно Тхакура об уникальных качествах Господа читаний. Тхакур говорил, «Только тот, кто почитает бескорыстное служение Господу, кто жадно желает совершать его и имеет вкус к нему, может выйти из-под власти невежества. В детстве он учил меня повторять святые имена, и потому с тех пор у меня была возможность слушать об оскорблении химени, нам об хаасе и об особенностях химени. Он не поощрял излишнюю увлеченность изучением». Вот, а сутна речня дуже важна послухать. Он говорил, что люди, которые много изучают, зачастую теряют свой разум и становятся очень гордыми. «Ученость, которая неблагоприятна для Харисевы, не имеет ценности». Винай сказав, что ученость неблагоприятна для Харисевы. Он сказал, что ученость, которая неблагоприятна для Харисевы, не имеет ценности. То вчитает шастру треба. Те не менее, как это делать? В каком монастыре это нужно делать? Он сказал, что есть две меты для изучения шастер. Может кто-то знает, что это две меты? Для чего нужно изучать шастер? Давайте подумаем. Для развития памяти. Для развития памяти. Чтобы чистить ум на житях. Ну так, мелковато. Когда учишь, ты медитируешь на эту шлоку? Нет, я могу на увазе не читать шлоки, а просто читать. Единство для того, чтобы очиститься, чтобы сам зрозуміти смысл, а традиция, чтобы зрозуміти Господа. Это уже разное. Чтобы очиститься, очистить з вечного. А как это нам поможет очиститься? И чего сам это нас очищает? От греховой деятельности. Ну да, тяжко читали Багавад-Бит и за другой рукою решить. Ну можно, можно, то есть. Можно одной рукою читать Багавад-Бит и за другой решить. Это была основная мета. Для чего мы читаем? Чтобы узнать Кришну и свою взаимность с Ним. Ну, какая дхарма, людина. То есть джива для чего предназначена? Для познания. Для познания. Знания, получения знания. Почиститься от материальных уявлений. Я очень люблю эту первую песню «Шмад Бала». Она какая-то особенная. Тут очень классные цитаты. Я не хочу сейчас читать. В четвертой главе. Там, где Нара Лемоня проводит вихобную беседу с Лясадемом. И там в поясненне, Шиле Правопаде пишет, что у всех нас есть склонность читать. Есть склонность читать. Ну, что мы читаем? Всякие там бульварные книжки. Например, в метро можно заметить, что люди читают. Дивишься, не мы все читаем. И не все читают Телеграм. То есть там с ридером читают. Ну, читают фантастику. Читают детективы. Женочие романы. Боже, чёрная. Ну, и пиши. Ну, Ну, В начале книжки были придуманы для чего? Для чего был данный язык? Загадай другую песню «Шмад Бала». Передавали знания? Для тех, кто не может запомнить из уст лица. Ладно другую песню «Шмад Бала» там загадать. А что там сказано? Что уши, которые не слушают о славе Кришне, подобно злойным нором. Так же язык был данный для того, чтобы Кришну прославлять. Это от самого начала была Саття-юга. Это же давно было. Мы просто забыли. Очень давно. Ну так же. Что приходит в голову, это... Не знаю. У меня, например, приходит в голову полное собранное стечение Ленина. На моем допусте там стояло. Вот такая стопка. И то вот сказал. Нет, это же не вся стопка. У меня же в другом томбочке вся забита. Что там, что приходит в голову? Большая святская энциклопедия. Да? Ну приходит. Ну, когда... Ну, только не Библия. Не Шмад Бага. Там не Бага в Адгита. Так. Тому нам нужно очистить свои уявления про книжки. Там мы должны говорить слово книжка. И у нас в голове должна возникать правильная ассоциация. Что книжка означает знание. А знание означает абсолютное знание. Неведносное знание. И даже не то, что сложно назвать знания. Там даже написано. Ну, доброе. Там истории. Шила Прабопада пишет, что мы все любим читать истории. Хорошо. У нас есть. У нас есть. У нас есть Махабхарата. Кто читает Махабхарату? Читает Махабхарату? Читает Махабхарату? Да. 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 Я читать сейчас довольна. Классно. Ну, хотя бы так давайте. Ну, часть Махабхарата мы читали. Это Бага в Адгита. Ой, ну... Ну, давай же знаете, что Бага в Адгита это та самая пилюля, которую там запаковали в баллонку с ароматизатором, да? Шила Прабопада пишет, что если надо скормить ребенку таблетку, обязательно там дают ложку варенья. Тут Бага в Адгита это таблетка. Вот невкусная таблетка. А сама Махабхарата это как раз смачная облонка. Кто читал, тот знает. Кришна... Господи, чтобы не перепутать. Кришна Дхарма или Кришна Кшета? Кто написал? Это двухтомник Махабхарата. Кто читал? Ну да. Ну да. Двухтомник. Там есть оранжевая такая и фиолетовая. У двухтома. Ну там не вся Махабхарата. Там очень коротко описывается. Ну я давно так ничего не читал, как Махабхарата. Ну Рамайна мне как-то не пішла. Оця книжка пішла мне очень классно. Ну прочитайте. Ну який смак Свидомостей Кришни все одно має бути. Ну хоть якийсь. Ага, діто. Ну буває, что так смачно читати. Ну не так часто. Вот. И тому перша цель вивчення шастри, да, это для очищения. И другая. Другая мета. Для чего потребны читати шастри? Для признания. Ну это входить. Это входить сюда все очищение. Мы ее ссвідомости очищаем. В связку с Богом. В связку с Богом. В связку с Богом. Ну раз в голову ничего не приходит. В связку с Богом. В связку с Богом. В связку с Богом. Так же для себя? Не знаю. Мне не помогло, например, это звільнеться. В связку с кильовых звичек. Мне что-то помогло звільнеться. В связь любовь к Богу. Для себя. Ну это у нас есть. Чтобы Кришна задовольнити мать невозе. Ну не знаю. Может быть это третья. Не совсем. Ну хороший вариант. Для проповедей. Для проповедей. Зараз марафон. Ну да. Вот. И тому Бахтиснанта Старасфаті хотів, чтобы выучали шастри в том объеме, который нужен для проповедей. Был такой случай, когда один из его ученей пришел тихенько в киоск книжный и взял себе книжку, которая абсолютно не входила в программу, которая не была ни Багаддитою, ни читанием Черетамлету, ни читанием Багаддитою, ни шман Багаддитою. Взял тихенько и пошел читать. Он его нашел, он читал, сказал книжку поставить на месте, сказал, ты можешь стать пандитом, но преданным ты никогда не станешь. Вот так вот. Суровый диагноз. Бувший случай, когда до него пришел ученик и сказал, я хочу выучить санскрит, для того, чтобы читать шмад Багаддитою, потому что тогда уже говорили на хиндии, а там говорили на бенгале, и это уже было немного далековато от санскрита. Я хочу выучить санскрит и читать шмад Багаддитою в оригинале. На что ему сказал Бхаттизанта Сарасвати? У моего учителя, Гавракишорта с помощью, будут такие выпады. Одного разу до него пришла студент и сказал, что я хочу выучить санскрит. И он ему не дозволил. И он все равно пришел и стал выучить санскрит. Бхаттизанта Сарасвати сказал, и что же с ним сталося? Он стал оскорбителем преданных и оставил духовное развитие. Что? Не случилось это учителя духовного? Ну, это не совсем был духовный учитель, потому что у Гавракишорта с Бабиджи был, по-моему, только один учитель. Но, тем не менее, если человек приходит до садки, за настановами, и она получит настановку, и она их не выполняет, это Гуроравай. Это аппаратка. Он сказал этому Брамачарю, который захотел учить санскрит, и ты лучше и займешь служением в журнале. Потому что журнал, у него был гармонист, которому очень нужны люди, и таким чином ты сможешь задействовать свою ментальную энергию. Этот учень, тем не менее, все равно ходил по ночам, вставал под фонарь, и читал книжки. Таким чином вивчив санскрит, и в результате сдав в Калькутский государственный университет экзамен по санскриту. Вот так. Такий у меня был настирный учень. Мне нужно строго в три закинчить. Бажно. 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 Мы еще пытаниях очень много задавить. Есть пытания? Хотел рассказать историю про Рамадаса? Ну ладно, давай. Нет, сначала историю. Возвремя эта история про Рамадаса, у него такие выдатные очень. А чего выдатные? Ну, как раз через эту историю. В принципе, в самом Гаудия Матху, в самом Гаудия Матху, в самом Гаудия Матху, в самом Гаудия Матху нараховывал ну уже тысячи и тысячи учень. Бахтитанто Сарасвати очень активно набирал себе, так сказать, не хотел сказать, ни контингент, ни аудиторию. Ну, он просто приходит, наприклад, в какое-то село. А село в Индии, это не то, что там село на Украине. Середнее село там, наприклад, это 10 тысяч. Великое село в Индии, это может быть 50 тысяч. Это, как считается, село. Тоди, в принципе, люди не были, так сказать, избавлены всякими факторами, всякими развагами. У них не было ни смартфонов, ни спутникового телебачения, ничего такого не было. И поэтому, если приходила звездка, что приходит Сарху, все сразу приходили, да. Ну, правда, они не были занадто пунктуальны, все знают, что это индийская пунктуальность. У них нет такого понятия, даже прийти там плюс-минус година. Соберемся, там, допустим, когда семнеет. Ну, у них это именно такие, в Индии. Они там збираются, но когда они уже збираются, уже никто никуда не идет. Они сидят и слушают. У Василий Павпадов приезжал в Бомбей, он збирал, сколько там, 100 тысяч, да, он збирал пандалей, я не помню. Он очень много людей. Каждый день, он неделю давал Кадху, и у него без проблем был забитый весь пандал. Биткоп. Так и Бахтизан Насарасатин приходил в село, в Садху приехал, все приходили, он всем давал инициацию, всему селу сразу. Потом сказал, все, теперь вы должны слушать мою лекцию. Он начинает рассказывать. Лекции у него были в среднем по 2 часа. Ну, бывало такие, что были по 4-5 часа. Когда кто-то там встал и шел, он им кричал, эй, ты в машине, куда ты пошел? Я твой духовный учитель. Куда у тебя инициация? Садись и слушай своего духовного учительа. Ну, бывало такие, что кто-то шел сегодня свернул, и кричал, ну ладно, дальше рассказывал. Вот такой у него был подход. И поэтому с часом у Гаудея Матху было просто тысячи и тысячи членов. И... И тому ясно, что никто никого не знал. Правда, у него были такие видатные махараджи, которые уже голосованы... Господи, чтобы не сприхватить, как оно называлось... А, Бгареті Махарадж и Бон Махарадж. Ну, до сих пор, я думаю, Бон Махарадж точно все чули, да? Бгареті Махарадж, они были такими видными фигурами, они часто приходили в какие-то навчальные заклады, еще какая-то публичная программа, они проповедовали, все их знали. И поэтому многих людей были вражены их академической освещенностью в шастрах, как они могли все рассказать, рассказать там по поличкам, процветовать шастри одну, другую, третью, четвертую, пятую, шестую. И один из знаменитых лекарей, он в результате стал называться Бхагават Махарадж, он был лекарем, он приходил на эту лекцию и был очень вражен, с этой академической освещенностью, вот этих двух Госфам, он сказал в Бхатистанхе Сарасфате, мне бы хотелось бы так же хорошо давать лекции, я там провожу дома на Махату, мне хотелось бы, что человек меня, так сказать, поднатаскал, не могли бы вы мне дать какого-то такого брамачаря, там, саньяси, который бы меня смог бы поднатаскать духовной науки. Он сказал, хорошо, я могу, да, есть у нас один, называется Рамадас. Ну Рамадас, так Рамадас, я его найду. И он шукал его, три дня шукал, потому что никто не знал эти Рамады. Ни хто не знал. И шукал его, шукал, и выявилось, что это просто садьевник. При Диаматке в Калькуте был великий сад, и там был садьевник, он просто так в Гамче був, грязный, грязный, он там подметал дорожки, пальмовые листочки разрезал, чтобы можно его из них сработать тарелки. И вот за таким нехитрым занятием он заставил его, ну как, заставил за таким занятием. Рамадас, да? Рамадас? Да, Рамадас. Мне Гуру Махарадж сказал, что вы, или не вы, я не знаю, он сказал, что вы мне можете научить шастри. Рамадас, он такой был скромный, сказал, что стала помилка, я не знаю, никаких шастри, иди до Гуру Махараджа и перепитайте его. Не-не-не-не, до побачивания. Вот. Багадата Махарадж повернулся назад до Бахтизната Сарасвати, казав так и так, я зашел Рамадаса, заместь Рамадаса якийсь брудный садивник сказав, что я так не знаю, и все такое. Вин подумал, что это просто якийсь урок, який Бахтизната Сарасвати хочет ему преподать. Ну знаете, бывает, что там садку ну там, ну робить так садку, пробачьте, ну за жаргон, какую-то подставку, да, а потом каже, вот, из этого ты должен принести такий висновок. Вин думал, что это как раз оцей випадок. И он ждал, что сейчас пациентас Сарасвати что-то скажет. Он сказал, не-не-не, Рамадас, иди до него. Вин тебе научит духовной научи. Вин знову вернулся до него, он не долго упрашивал, и после того, как он его 10-15 раз попросил, он сказал ему пару слов, которые, я признався сам Махараш, запали ему глубоко в сердце. Вин сказал, я просто пытаюсь выращивать цветы и фрукты для подношения Господу. Занимаясь этим, я чувствую вдохновение непрестанно повторять Святое Имя. И я думаю, что в этом успех моей жизни. А почему я так сказал? Потому что в самого бактизнате Сарасвати був принцип, который звучит «Сева муки хиджихводал». Вы же сейчас все читаете слово, все грамотные, не знаете, что означает. Это цитата из бактирасамблита синдху. «Сева муки хиджихводал». Только свято понятно. А муха – это лицо. То есть лицо повернутое к себе. Рада Гвинда пробует часто пояснять этот термин так же. Иногда бывает на фестивалях преданное, кто хочет помыть пол. И бывают два вида реакций. Кто-то сразу начинает копаться в телефон, отворачивает свою муку от служения, а кто-то сразу «я, я, я хочу помыть». Поворачивает свое лицо к служению. То есть «Сева муки». Только тем, кто повертает обличие до себя, может открыть смысл писания. После того, как Рамадас сказал эти слова, Махарашский вернулся до Бактисната в Сарасвате и сказал ему передать эти слова Рамадаса. Потому что есть определенный этикет. Потому что раньше духовные вчители мали невеликий круг учебников, буквально 20-30 человек. И поэтому учебник мог принимать на остановку только от своего вчителя. Если он принимал на остановку не от своего вчителя, то он должен был прийти до духовного вчителя и сказать, «Мне, например, то это и то это сказал вот так-то и вот так-то». Что вы можете из этого приводу сказать? «Наставника не было». Ну, для чего? Для чего? Все были духовным вчителям. Шила Прабхупа сказал, что нам требуются миллионы и миллионы гуру. И вы в сист в эту гору. Мне запоминалось, что Бактинанта Кришна Махараш сказал, что скоро в Саньяси будет один Саньяси... А, в конце Золотого века будет один Саньяси на подъезд. Ну, сначала будет один Саньяси на страну, потом один Саньяси на город, потом Саньяси на храм, потом вообще на подъезд. На Намахату один Саньяси. Нам требуют тысячи и тысячи гуру. А наставник, по сути, это тот же гуру. Просто у нас язык пока не превратится, его так называть. Но по сути, он же есть гуру. Правильно? Что тот, кто вчитает вас духовные науки, давайте я задам читание чаритамрита, что он же вважается гуру. Правильно? Прошла первая глава читания чаритамрита. Что тот, кто разделяет Кришну, духовного учителя, дающего инициацию, духовного учителя, дающего наставления, тот, считается, тот совершает оскорбление. То они все не раздельны. Насправді Кришна Адігуру, он даёт наставление. Но если человек не готова приймать наставление от Кришны, а не готова приймать наставление от Кришны по определению, за визначениям. Потому что раз мы тут опинились, значит мы не хотели слушать Кришну. Поэтому Кришна даёт нам наставление через духовного учителя, через источивших людей, через парамагму в кинцах и кинцах. Ну, особисто так, так сказать, с глазу на глаз, он будет давать нам наставление уже на голову цифриндавань. О, этого мы точно не ждём. Поэтому духовные учители это все, кто говорит нам про Кришну. Все они в высоком смысле есть нашим гуру. И что сказал Бахтис Нантас Харасвати, как он прокомментировал эти слова Рамадаса? Он процветовал шлоку из Шамад Бхагавата. Цю шлоку сказал Кришна, когда он, я не помню, ну, он ишов через лес и своими друзьями, а, это была глава Кришна похищает одежду у незамужней вопи, но это уже было потом. Это уже ливо закинчилось, и потом Кришна портал с этими друзьями, и он проходит повз дерева, и он, так сказать, в таком экстазе философские промовы. Рассказы скажут, вот, треба, дуже гарный приклад того, як потрібно служити телом, умом и речем. Ну, якщо точно без моих спекуляций, шлока звучит так. Долг каждого живого существа принести в жертву свою жизнь, имущество, разум и речь ради блага других. Человек должен всегда действовать таким образом, чтобы сделать рождение в человеческом теле успешным. А трошки, чтобы подсумевать результаты того, что я сказал, может, не совсем сложно, так это то, что Шила Правопада проповедовал в тих умовах, в которых совсем не было культуры. И он пытался сформировать культуру. Правильно? Чтобы она хотя бы была. И поэтому для этого, если вы почитаете его листы, он постоянно пишет, что вы должны читать как можно больше. Утром и вечером, час. Путин говорит, два часа в день, может, три часа в день даже. О, Господи, Шила Правопада. А что это при оправе? А что это при оправе? Буласанга лидерев, ну, GBC украинский, он сказал, что если вы хотите стать лидером, либо вы являетесь лидером, вы должны читать так, чтобы не с бархатами. Чис, хадэм, дэм, дэм, дэм. Чис, три часа в день, ну, даже не два часа в день когда читать. Просто повинні как можно больше читать. В Шиле Бактистанте, Сара Свети, была трошки иншая история. Там уже была сформована культура. Уже всі люди виросли в ведущей культуре. А за рахунок вивчения Шастер, люди просто намагалися, ну, культурати, ну, эго. Вони перейшли в свою духовну організацію, тим не менее, вони надягли тхоти, вони поставили тілоку, вони надягнули кантімали, але всередині вони залишилися такими же самыми, такими були. Например, мы взяли старую хату, да, обшили ее профилем, пошпаклювали, накрыли гарним ташком, але, якщо фундамент гнилий, якщо стіни гнилий, якщо там знаходиться цвік, то до гостя хата простоїть. Цвіль знову проступить, стіни посипляться, чи сяде фундамент, в кінці-кінці ми просто побачимо, чого варта ця будівля. Я не пам'ятаю, кому налажать ці слова, но хтось сказав, що «Ніхто не прославляє дом за фундамент». Якщо вони кажуть, «Какой по этого дома красивий фундамент?» «Какой красивий фасад?» «Красиві окна?» «Красивий сад?» «Все красиве, только не фундамент». Но самое основное в доме – це фундамент. Якщо його немає, то все, що там кругом понастроили, ну це питання часто, воно простоїть. Основне – це має бути фундамент. І для того, щоб люди не культивували свої оханкари, щоб прославитись, тому що якщо можна прославитись духовній організації? «Я щось знаю, я розумніший за інших, я можу більше говорити, розумніше говорити». Таким чином можна прославитись, тому що це все робив на корню. «Все!» 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 «Ні тобі, ні другим!» «Али суть оставалася одна і те саме, що бачати книги потрібно для того, щоб очиститись і для проковідів». «Три, навіть, нема щось у нас питання. Ну, хіба окося питання. Нема питань, да? «При жизни партизитанты Сарасвати, Хакура Прохупады, аудиторія була большая, там тысячи, да?» «Да». «Но при його жизни, авторитетно происходили между преданными, то есть, правильно происходила эта практика, правильно практиковали?» «Пому що я знаю, после його жизни, когда немножко пошли какие-то отклонения, или что в практике, там, а при його жизни, как бы, ну, Бхакти, то есть, или вы не в курсе?» «Ну, давайте мы подумаем, давайте мы подумаем, кем був Шила Бхакти Веданта Салям Прохупады, я був, по-моему, учним бахтизитанты Сарасвати, бхакти Прагьяна Кешала Махараш, он был хучным, это только Саняса Гору Шила Прохупады, Шидгар Махараш, якого Шила Прохупада так прославляли, просто Шила Прохупада казал, Шидгар Махараш очень долго знает, но он не делится своей милостью, да, чула вы такие слова, он просто не проповедует, вот и все, он был такой типичный браман, Шила Прохупада бухшатрям, ну, ясно, что у него были там жилки там и вайши, все сказали, почему там вот ваш Прохупада, ну, не вайшнава, почему ваш Прохупада так быстро сколотил духовную организацию, да, потому что он знал, как делать бизнес, да, потому что у него был фармацевтический бизнес, потому что он был, ну, там, пробачьте слово, торгашом, да, вот такие слова, не, ну Шила Прохупада справедливо был духовным воином, вот он просто так вот проповедует, Шидгар Махараш, он великий вайшнав, сам Шила Прохупада так казал, он, например, нам тоже рекомендовал что-то из его творений читать, то же самое, Кришна, Кришна, да, с бабушей, да, Махараш? ну, той, кто там, постепенно повторял и спевал, и, как называется, когда Шиле Прохупада давали саньясу, кто Киртан спевал постепенно? мне, когда Шиле Прохупада давали саньясу, помните, да, там проводилась ягья, читали, читали мантры, вот, а Вин пришел, и по часу певал Тикиртан, ему, типа, кажут, ну, типа, потише, что-то ягья тут, важный процесс, что Прохупада мог вообще давать громче, вот, поможет, это был Кришна даст бабуши, то есть, если мы видим, что, что есть достойные такие плоды, как Шиле Прохупада, как Бахти Прохяна Киша, так что Идгар Махаражек, Кришндаст Бабиже, ну, люди бывают разные, и то, что там, например, кто здесь упал, так саньясу падали, и при читании Махапрабу, ну, не знаю, можно просто это не говорит, но тем не менее, нам нужно знать, Такие случаи были. Это абсолютно нормально, что кто-то там не сделал чего-то неправильно. После того, как Бахтизанта Сараслайти пришел, там просто пришли бабушки из Радха Кунди. Они начали рассказать, что не нужно проповедовать. Что мы должны... Так заставили в расплохе. Я сейчас очень хорошо знаю, когда Садгака переходит на стадию Асакти и проявляется ее сварупа, то она должна найти гуру, который отвечает ей сварупе и следует за ним. Так это называется. Вот такая проповедь пришла в Годия Матху. Они заместь проповеди начали развивать свою сварупу. Бахтизанта Сараслайти был всегда против этого. Он сказал, что ваша сварупа дастся, дастся, ну дастся. Вот ваша сварупа, а мне надо знать свою сварупу в духовном свете. Абсолютно не надо знать. Ну мы с нами пришли в правопаде, там клуб Гопи Бхава був. Памятаете, как Саньяси Вишнуджана Махараш, гуру Дас. Ну там объявили, что Шила Правопада это Кришна. Почти там ездят по Искону и говорят, что Шила Правопад на самом деле это Кришна. И Шила Правопада узнал, он просто их... Я вообще их загоняю из Искона. Не то, что я Санья стреляю. Все, вы просто не в Искон. Это абсолютно нормально, что кто-то там что-то не так делает. Но Бахчизанта в Сарасфаті був очень категоричным. И если эту книжечку прочитать, то можно посмотреть, что Искон был строгим. Искон постоянно бил в одну точку. Бенгальцы, например, очень музычный народ. И Киртан у них это просто музычное шоу просто. То, что, например, сейчас в Искон не очень хорошая тенденция. Когда начинают учиться профессионально играть на физгармонии, на караталах, на мриданзе. Но Бахчизанта в Сарасфаті даже на караталах толком не мог играть на то, что на мриданзе. И он не мог спевать, он не попадал в ноты. Но тем не менее, он ввел Киртан або доверял своему учению, который был совсем не музыкальным. Если кто-то седал и начинал выводить мелодии, то один учень 15 минут выводил один мотив. И потом сказал, негодяй, за это время можно было 50 раз пропеть мантру. А он только один раз пропел. И он сказал спевать учению, который абсолютно не мог спевать и играть на мриданзе. Потому что суть в этом была. И Бахчизанта Сарасфаті был очень категоричным в этом. Особенно я даже не сомневаюсь в том, что он держал правильную линию. Проповедь была правильная. Другое дело, чего хотели его учени. Завжди есть такие не сильно щирые люди. Ну и щирые. Не знаю, я помню на ваши вопросы. Как они называются? Шри Бахтисидганта Майбхава. Її пока нет в друковном варианте. Но сейчас есть в самом издательном варианте. Там в Одессе есть Вайшнав, который набирает покупателей в себе. И скоро ее мают выйти. Дайте ВКонтакте. Телеграмм скинуть. Можешь скинуть. На группу. На группу, да. На группу. Хорошо. Еще есть вопрос. Есть такое название. Слово Утам. Утта. Има. Як оно прикладается? Ута. Вот, это что с початку верши. Звучало. А потом Ута. Утама. Тут было слово Утама. Ну не, оно Ута было. А тут еще Ма. Утама. А, тут слово Гута. Гута сказал? Сказал. А Ма? Как будет? Это я или земля? Не, ну это я. Ма как переводится. Ма, Ма это... Гута Ма. Мной, мной еще, мой. Ну что-то значит, что есть земля. И второе вопрос, вот это, что я почувствовал, что ездил поисков, они сказали, что Прабхупада это Кришна. Да. То, может это мало... Ну, это я себе так думаю. Может это малося на увагу, что у Прабхупада столько качеств, как у Кришны. Ну, типа, они уже получили. И до этого вопрос, там было одружение Кришны вот это, с шестьма дружинами. Ямуна. И когда он с Арджуной гулял по березу, то Прабхупада пишет, что Кришна, Кришна гулял. То есть, Арджуна это тоже Кришна. Вот. И еще Драбхупаде. В Драбхупаде это тоже Кришна. Ну, в книжках это так. То есть, все Кришна. Ну, чекайте. На какие питания мне это и дать? Тут питание, а теперь да, может я я как-то не заразумею. Питание... Это одне питание, три? Это одне питание. Что имеется на увазь, как Кришна Кришна, Прабхупада Кришна, Драбхупаде Кришна, Арджуна Кришна? Это качество туда вкладывается или... Ну, как его можно еще понимать? Сори, прошу, мне... Давайте короткую или довкую? Потому что уже три пятнадцать, три семнадцать. Короткую. Короткую. Ну, на сколько я смогу? Так, чтобы задовольнити всех. Согласно ситуации ВИСКО. Самые Саньяси ничего такого не имели. Ну... Погано, они ничего не хотели. В Шиле Прабхупаде тогда была сильная тревога с приводу нашего руха. Потому что там... Ну, было пару людей. Зокрема, там Кирта Нанда прибывал в себе не очень хорошо. Потому что Шиле Прабхупад был так... ну, стревожен. И поэтому, когда начались вот эти вот намерения... Просто сами учени хотели его прославить. Да? Таким чином. Но, когда Шиле Прабхупада про это слышал, он решил сразу нам присечь на корню. Потому что он сразу сказал, что я не кричу. Потому что он не понимал, что если начнутся вот такие трактовки, там люди начнут говорить все, что попало. А они стали Саньяси. И они какой-то певный авторитет в очах людей имеют. Потому что до них Саньяси был только Шиле Прабхупад. И мы слушали только его. Потому что после того, как эти четверо людей получили Саньясу, то они стали в очах всего Искон такими же, как Шиле Прабхупада. Понимаете, да? И поэтому, когда они что-то скажут, все принималось так, как мне это сказал сам Прабхупад. И Шиле Прабхупад решил просто их пил померить. Потому что они еще, ну, в философии не разобрались. И они говорят, что попало. Они могут просто наробить хаосу. И для того, чтобы их немного отгородить, чтобы они немного подумали, он их из Искон попросил. В книге Радхадамадара там написано, что потом они делали после этого. И он просто сказал, ты смеешь в Техас, что хочешь, то делай. Никому не скажешь, что ты из Искон. Можешь проповедовать. Можешь спевать Харь Кришна. Только не скажешь, что ты из Искон. Проповедуй. И они там очень успешно, до речи, проповедовали после этого. Новый Искон ты не проповедишь. Все. Вы уже и так сказали забагато. Тому Шила Прабхупада так сказал. Шила Прабхупада не хотел, чтобы я думал, что он Кришна. Он сказал, что я просто смиренный слуга. Сам Шила Прабхупада никого не сказал, что я отношусь до Вишну Татвы. Я жива Татвы. Мне Кришна просил, просто перейди, напиши книги и возвращайся обратно. Это уже говорит про то, что не Кришна, как мне. С привода того, что сказала в Драупаде Кришна. В Махахарте написано очень просто. В Драупаде темный цвет кожи. Слово Кришна означает темное. Очень просто. Всего на все. И, по-моему, для того, чтобы это было жіночим имьян, что они были очень похожи с Кришной, или что визуально. Тут все. Но есть какие-то объяснения в этой книге? Ну, ясно, что объяснение есть. Я его просто не помню. Пробачите. Я тоже не помню, но помню, что там что-то объяснено. Ну, что, будем. Завершу, это, что ли Прабхупаде, киеве. Джай, я нашим адбагатам, киеве. Поверяй. Поверяй. Ахиго. Ахиго. Поверяй. Жай.